Добрый день, меня зовут Михаил Яковлев и я по мере сроков, программным директором секции «Человек». Я буду очень краток, потому что, честно говоря, у меня уже так тоже расплавился внутри почти все. Хочу сказать, что, с моей точки зрения, наш поток удался. Значит, мы выполнили практически все намеченные планы. Значит, вчера разговоры наши начались с такой дробной секции, как мы и собирались, которая сначала осветила вообще перспективы прогнозирования относительно человека. Что вообще там изменилось в последние сто лет в человеке и какие есть перспективы у прогнозов, так сказать, на следующие 10, 20, 30, 50 лет. Потом послушали, мы, как выяснилось, программа настолько плотно была сверстана, что, собственно, для обсуждения, например, в первой части не особенно хватило места. Там было прямо три доклада, и они прямо так вот три встали. Там буквально несколько вопросов только после этого. Значит, аудитория себя чувствовала немножко, может быть, такой, ну, что ли, неудовлетворенной. Да, именно поскольку они хотели наброситься, как бы, на докладывающих. Но у них не получилось по времени. Вот, да, значит, вторая часть была посвящена архитектурным пространствам, новым, опять же, ну, таким тенденциям градостроения, которые переходят в, ну, видимо, уже в такую, что ли, в рамку законов, да. То есть то, что более-менее неизбежно нас ждёт в развитии городов в ближайшие, там, 5-10-15 лет. Вот, и как это может отразиться на человеческой жизни. И третий доклад, он был такой, такой, ну, я бы сказал, в хорошем смысле, сумбурный, заводной такой доклад от современной художницы Злата Тунировской, которая рассказывала про разные аспекты, так сказать, ну, скажем так, она говорила о морали, о сочувствии в применении к человеку, к роботам и к ситуации со всякими клонированными органами и прочими такими, ну, техническими раскладами, и как всё это странным образом действительно прилагается к моральному аспекту. И вторая часть такая разговорная была посвящена, как мы и собираемся, опять же, такая как раз была большая секция, где как раз слушатели могли высказаться, наконец, и поспорить, что они делали с большим удовольствием. Вот, посвящена была языку будущего, вот, где выступал, значит, Максим Маличев Кронляус, и Дмитрий Бутрин, и Леха Андреев, и ещё рассказатели, где взял многочисленные. И два часа прошло в бурных обсуждениях, даже не все принесли в нашу секцию. Вот, так что жалейте, кто не был. Вот, вторую часть, то есть вот сегодняшний день, так сказать, был мой соведущий Женька Алинин, которому я, собственно, сейчас и передаю слово, которое два слова добавит про человека сегодняшнего дня. Спасибо. Человек, конечно, завтрашнего дня, а не сегодняшнего. Мы сегодня сделали маленький такой полуарный телесный поток про человека будущего и его тело. И получилось так, что нам удалось уйти от баяновых страшилок про то, как мы человека заменим на всякие железки, программы и всякую прочую хрень, и поговорить действительно про тело. У нас были телесно-ориентированные терапевты, которые показывали, как наши неврозы, наши, там, детские страхи и стрессы отражаются в нашем теле, в наших, там, зажимах мышечных, вот по всей этой хрени. Потом говорила замечательная Оля Зотова, которая рассказывает, как она со своим мелким ребенком и ее подруги со своими мелкими детьми обеспечивают им более радостное будущее, чем получилось у нас, про то, как они танцуют со своими детьми, совсем малолетними, с трех месяцев они танцуют с детьми. Это проект Baby Contact. Мы поговорили с остеопатом, который немножечко рассказал, чем медицина, к которой мы привыкли сейчас, которая старается что-нибудь отрезать, или, как Парбаншип рассказывал только что, впрызнуть в позвоночник какой-то медицинский цемент, чтобы позвоночник не двигался лишний раз, а как медицина может немножечко по-человечнее относиться к человеку. А дальше мы говорили про танцы. И разговор про танцы плавно перешел в лесной блок, где мы попридумывали всякого про будущее танца. Мы придумали, что было бы неплохо на Красной площади, там, где зимой каток, летом поставить танцпол. Может быть, мы это сделаем вместе с нашими партнерами Танцландии. И тут включается рекламная пауза. Танцландия – шоу, которое вы все вчера, или не все, кто пропустил тот дурак, видели вчера здесь. Шоу было восхитительное. В четверг приходите в Танцландию. Вот там вот лежат бумажки, на которых флайер на бесплатный урок, открытый урок в Танцландии в этот четверг в 7 часов вечера. Ну и хватит, пожалуй, кто там следующий там.